Вот такого беспредела не было даже при Порошенко, так вот. Если уже фабриковали и дело, ну хотя бы обвинение какое-то и делали. Любая власть, она же меняется, даже авторитарная. Поменяется когда-то Зеленский. То есть кто будет за ним, ни мы не знаем, ни сам Зеленский не знает. Может это будет его последователь, поклонник. А может это будет человек, который его лично ненавидит. Есть вещи, например, которые прокурорам нужно будет расследовать. Типа большая стройка. Пытание. Я заканчиваю. Типа большая стройка. Почему там без тендеров она проходила? Почему у ближайшего окружения Зеленского появляются особняки? Это еще нужно доказывать. А есть очевидно уголовные вещи, когда вводятся санкции против людей, украинцев, которые на этой территории сидят. Закрываются СМИ. Ну открыт чистейшая вода уголочно. Вот скажите, Зеленскому его окружению прилетит или не прилетит? Как вы думаете? Дорогие украинцы, мы своей волей привели во власть людей, которые, ну, давайте объективно, никогда не имели отношения к политике и распределению. Они не понимают причины следственных связей, они не владеют законодательством, они действуют по законам революционной целесообразности. У нас есть 19-я и 60-я статья Конституции, которые говорят о том, что не нужно выполнять преступные приказы. Это прямо разрешено нашим гражданам и должностным лицам. А также есть 41-я, 171-я и 364-я статьи Уголовного кодекса, которые предусматривают уголовное наказание от 3 до 6 лет за выполнение преступных приказов. Я сейчас предупреждаю абсолютно всех, кто принимает участие в расправе над СМИ неправовым путем. Об этой ответственности она непременно наступит. Друзья, у нас дискуссия уходит, мы начинаем обсуждать, какие финансовые потери понесет собственник телеканала, как он отстоит их это в суде. Смотрите, у нас в стране три вертикали власти. Исполнительная, законодательная и судебная. И говорят, что СМИ это четвертая власть. Чем владеет Зеленский на сегодня? Зеленский возглавляет исполнительную власть, у него монобольшинство законодательной власти и судебную систему он парализовал. Смотрите, что он сделал с Конституционным судом. Он парализован, он расформировывает суды, окружной административный суд тоже, по сути, находится под угрозой того, что его ликвидируют. Он взял в руки три вертикали власти. Осталась последняя, контрольная функция СМИ. Та функция, которую выполняют журналисты для вас, чтобы вы знали, что происходит. Чтобы власть не могла взорваться, развороваться и для того, чтобы была всегда альтернатива. Ведь если они полностью будут контролировать СМИ, они останутся во власти навсегда. Значит, им не надо. Будет думать о соблюдении ваших прав и свобод. Это Северная Корея. Дальше это будут санкции, которые будут введены в отношения страны. Посмотрите, как живут все тоталитарные режимы. Мы не должны этого допустить. Володимир Ромелян, потом Надюй Савченко, прошу. Я очень хорошо помню 2014-2016 годы, когда мы закрывали российские СМИ, телебачения, много каналов, прессу. Тогда это встретило шквал обурения. На Заходе, до речи. И в среднем стране самой. На Заходе это сперва расширяло, как наступ на свободу слова. Аж поки ми не показали, как працюють российские СМИ, что это насправді продовжение российской армии и политики Кремля. Это одурманювание украинцев и наступ на Украину. Информационный. Заход это, понимаете, они тоже начали закрывать российские канали, которые работают у них на их территории. Уже после нас. В этой ситуации, которая сейчас в Украине, у меня однозначно ответ по ОЗИКу 112 Ньюсван. Я тоже вважаю их группой Рома Кремля. Но у меня нет такой однозначно ответы по каналу Наш. И випадку к каналу Наш, моя особистая думка, я вважаю, что это вопрос нетерпимости критики с боку оточнения Зеленского. Тут нет борьбы за национальные интересы. Что до самой критики. СМИ должен быть критикой власти. И я бачу очень много и бачу сейчас поважных СМИ, которые раптом прекратили критиковать Владу. Створюют такую черговую теплованну вокруг нынешнего президента. Наш не приеднався до цієї кампанії. Но очень важно, что никогда не переходите межу между критикой и уничтожением украинской влады. Потому что если вы ее уничтожаете, в Украине будет российская влада. Я очень любил ходить на ваш канал. И даже когда там были, скажем, подчас эфиров дивные дзвинки из так называемых ДНР и ЛНР, я это терпил. Но вы знаете, я для себя принял решение не ходить, когда я увидел постать пана Грановского. Для меня она знак. У вас еще с часами Майдана. Вы украинский политик. И мы с вами точно понимаем, что если, не дай Бог, Россия снова оккупирует Украину, мы с вами поедем в одном вагоне в Сибирь. Я думал, вы на фронт поедете, а вы в Сибирь собрались. После фронта там бывают разные вещи. Кого в Сибирь, кого расстреливают на месте. Но я вас очень прошу, чтобы вы лишились украинским политиком. И я очень надеюсь, что наш будет, в основном, этой альтернативной точкой зрения, надея украинской влады. Когда будет критиковать, но не знищить. Дякую, Володя. 30 секунд, реакция. Женя, если тебе самому патриотизма не хватает, хотя бы по просьбе Амеляна, можешь остаться украинским политиком? 30 секунд, 30 секунд, еще много вопросов есть. Дорогие украинцы, это наша с вами страна. И нам нужен национальный диалог. Потому что очень долгое время политики разделяли нас по различным категориям. Принципам, ценностям. И вести этот диалог можно только в студиях. Иначе оно выплеснется на улице. Вот здесь надо искать компромисс. Здесь нужно находить новую формулу страны, в которой всем будет комфортно. И никто не будет наступать на чьи-то права и свободы. Нет другого способа. Другой способ это только гражданское противостояние. Я не знаю, чем навредил вам Грановский. Но я считаю, что в стране есть правоохранительная система. Самая сильная армия, самая справедливая СБУ, МВД. И куча других правоохранительных органов. Если кто-то в нашем коллективе, или я как украинский политик, посягаю на территориальную целостность, на наши ценности. Статья. Извините. Статья Уголовного кодекса. Мы готовы отвечать перед законом. Все остальное это от Лукавого. Все остальное это от Данилова. Это все тишкам-нишкам. Это нарушение ваших прав и свобод. Поймите, не журналистов. Ваших. Субтитры создавал DimaTorzok